Здравствуйте, меня зовут Елизавета Саморукова. Это будет у нас экстренный выпуск блога, видеоблога, в связи с тем, что предыдущее видео вызвало очень много вопросов и также по просьбе некоторых других лиц, которые попросили разъяснить ситуацию о том, как политическое убежище, когда оно в рассмотрении, может не препятствовать для подачи на грин-карт. То есть человек, который ждет интервью, который подал на убежище до того, как его закончился статус, то есть B2 или какой-то другой, до того, как он закончился в паспорте, вот эта печать, и человек подал на политическое убежище, после этого человек может подать на грин-карту. Я хочу также сказать, что, во-первых, спасибо, что вы смотрите и следите за нами, а во-вторых, что вы должны понимать, что не каждый подходит под это. То есть если вы хотите подать на грин-карту каким-то путем, и просто чтобы подать во время того, как убежище в рассмотрении, это не обязательно, что это к вам относится, поэтому нужно поговорить с адвокатом, который бы это определил. Но дам примеры, когда реально это работает. То есть случаи, какие бывают. Ну, например, человек ждет убежище на интервью, опять же, условия соблюдены, никогда не работал нелегально, человек подал вовремя, и он ждет интервью, и он выиграет лотерею в грин-карту. Нет препятствий для подачи на грин-карту, если, естественно, опять же, там он никого не убил, если образование подходит и так далее. То есть если он выиграл грин-карту, этот человек может подать на грин-карту, на Джасмера Старос. Еще хочу тоже внести объяснение. Я не говорю о том, чтобы изменить статус на другую визу. То есть человек, находящийся в ожидании интервью на убежище, не может подать, если у него закончилась уже вот эта B2 статус, или какой-то статус, он не может подать на L визу, он не может подать на H визу, на O визу, на визу, он не может подать, потому что у него нет статуса. Да, он легально находится, но статус у него закончился. Это очень важно понимать. А на грин-карту может. То есть путем через покупку бизнеса, опять же, какие случаи? Допустим, человек здесь находится в ожидании интервью. У него в его стране, давайте возьмем, к примеру, Украина. У него в Украине есть свой бизнес. И этот бизнес всегда работал. Просто человек приехал сюда, и он подал на беженство, потому что он боялся вернуться. Ему было ни до внесения денег в какой-то бизнес, не в открытии филиала, ничего, у него денег, может, не было. Был там бизнес, он сбежал, все, подал на убежище. Тут он скопил деньги, сейчас он хочет открыть филиал. Он открывает филиал, он говорит, что бизнес есть там, он говорит, что бизнес есть здесь с работниками, он может подать на грин-карту, если другие факторы все соблюдены. Бизнесы, оба бизнеса подходят. Или, например, человек выдающийся, да, вот говорят, что, как человек мог не знать, да, что он выдающийся. Почему? Допустим, он стилист хороший, а пока он был в Америке за эти несколько лет, он стал лучшим стилистом в стране, в Америке. Или, может быть, он какой-то человек инженер, да, и он, пока он находился в Америке за эти пару лет, он что-то изобрел. О нем статьи пишут. В Америке ничего страшного. Он стал выдающимся, пока он здесь был. Здесь нет ничего необычного, всякое бывает. Или семья, да, воссоединение семьи с кем-то, у кого грин-карта. Человек женился на ком-то, у кого грин-карта здесь, в Америке, а он на убежище ждет. А у жены нету пока еще гражданства, чтобы подать. Она может на него подать. Если человек легально здесь находился, почему бы нет, да, может подать тоже документы. То есть есть разные случаи. И я не могу ответить на все ваши вопросы, прям все-все-все. И у каждого индивидуальная ситуация может быть. Поэтому убедительная просьба. Запишитесь к адвокату. Не обязательно ко мне, да. Пожалуйста, к другому адвокату можете записаться и приходить. Но просто вы должны знать, что я с удовольствием помогу ответить на вопросы. И да, я хочу помочь. И да, это своего рода рекламная акция. Понятно. Но также это то, что сейчас я была на конференции, и об этом очень много говорили. Я как консервативный адвокат, может быть, на этот бы путь не пошла обычным путем, да, но я говорила с десятками других адвокатов, которые этим занимаются по 30-40 лет. И все это делается, и все это работает. И реально по закону я не вижу каких-то проблем, если человек подходит по этим всем категориям. Так что, опять же, возвращаясь к предыдущему видео, нужна если помощь, обращайтесь, с удовольствием поможем. Надеюсь, это видео помогло. Ответьте на какие-то вопросы ваши. Если что, пишите, звоните, будем рады помочь. Телефоны, все у нас в видео. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok